Вы слушаете Радио России Ульяновск. Доброе утро всем, кто нас слушает. Сегодня четверг, 30 января. У микрофона Алексей Сорокин. На дорогах следует быть как можно внимательнее. Водителям, пешеходам, не говоря уже о детях. Время идет, а на дорогах становится только опаснее. А дети, как и прежде, беззаботно пропускают предостережение взрослых мимо ушей. Но стоит только своими глазами увидеть происходящее на дорогах близ школ, как сразу становится тревожно. Активисты Общероссийского народного фронта недавно проверили дороги вблизи городских школ и увидели все своими глазами. Продолжит председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ Олег Лобунец. Провели мониторинг и основная масса, что можно было заметить, что основные проблемы дороги в школу, это нету тротуаров на пути следования детей в школу. Также меньше это нету пешеходных переходов, нету знаков. И школы, которые непосредственно мы проверили и зафиксированы данные нарушения, сейчас непосредственно по ними будем разбираться. Начнем мы с железнодорожного района. Улица Железнодорожная 1. Там ни пешеходных переходов, ни знаков, что осторожно дети, ни знака ограничения скорости. Вообще ничего нету. Тротуаров вообще никаких нет. Есть гаражи, есть люди, которые ходят, бомжи непонятные. В итоге вот этот железнодорожный переезд, который ранее показывали полуразобранный и грейдером разобранные кучи болота и мусора. И по этому маршруту дети идут в школу. На пути этого же маршрута около дома, железнодорожный 1, стоит мусорный контейнер, и рядом с этими мусорными контейнерами мусорка. Вот весь безопасный маршрут детей в школу. Проблема перехода школьников через дорогу вблизи сорокового лицея не нова. По словам директора лицея, взрослые по возможности стараются сопровождать детей на опасном участке. Дежурный администратор и я лично детей провожаю. Но это в обед. Утром, конечно, это проблематичнее. Поэтому вот в качестве, может быть, такой не очень затратной меры установка или народных дружинников, или ГИБДД утром, вот к 8 детей идут в школу, это же можно сделать и финансово не затратно. Потому что в том году была по осени встреча первых лиц с жителями университетского городка, и поднимался этот вопрос. Там проблема в том, что железная дорога и 200 метров до, и 200 метров после принадлежат РЖД. Это, ну, не так просто сделать. Вот свалка. Сегодня, кстати, и мусор вывозили. Очень тщательно и огорожено было. То есть подвижки в этом направлении есть. Я этот путь изучила. Там ведется видеонаблюдение вдоль железнодорожных путей. Я думаю, что есть видеонаблюдение и вдоль арбитражного по периметру суда. Эксперты побывали также и в пригородной средней общеобразовательной школе. Замечания такие. Неяркая разметка на пешеходном переходе. Узкое остановочное пространство для парковки школьных автобусов. Нет тротуаров. Но представители этой школы довольно живо отреагировали на критику и выступили с дельными предложениями. Площадка между школой и детским садом занята машинами. Более 20 машин. Автобусом развернуться даже негде. Они вынуждены идти задним ходом. Что категорически запрещено для перевозки детей. Задний ход ни в коем случае. Поэтому есть предложение. Изначально к школе было построено две дороги. Между ними аллейка. И вот сделать это ничего сложного. Я посчитал, где-то 36 тысяч рублей обойдется узаконить и установить знаки дорожные. То есть одна сторона так, вторая наоборот. И знаки. Автобусная остановка. Никакого ремонта там ничего. Просто узаконенные должны быть знаки. Чтобы по ним могли автобусы выехать на улицу Хасадную и спокойно продолжать движение. Еще один момент. Учитывая, что количество автомобилей личных, на которых привозят детей в детский садик, ну и в школу, естественно, все увеличивается. Есть такое предложение. У меня есть площадка перед школой. Трава, кустарники и так далее. Это можно удалить. И примерно 74 квадратных метра заасфальтировать. Тогда подойдут. Автобус подходит. Открывают дверь. Ребята выходят. И сразу же идут в калитку школы. То есть на своем пути абсолютно никакого препятствия. Но в остальном, я бы хотел обратить внимание, асфальт в пригородном. Только около школы. И остальное, это безобразие полнейшее. Люди сотни раз уже обращались. Никому ничего не надо. Единственное, что частник недавно привез два КАМАЗа со стройки. Вы сейчас разровняете ее. А по этим дорогам идут дети. И идут дети с матерями в садик. И идут дети в школу. И жидкий асфальт у нас. Это первое. И второе. Освещенность. Сейчас утром темно. После продленки, ребята, после пяти идут уже темно. Половина улицы не освещены. Кроме школы, стадиона, хоккейной коробки, улицы школьные и фасадные. Остальное не освещено. Или самодельщина какая-то сделала. А в остальном пространстве мы комиссией обошли всю территорию. Ну, нельзя, конечно, идеально сделать, чтобы там между гаражами кто-то, чего-то, куда-то, все равно это будет. Но в основном нормально. Представители Общероссийского народного фронта прошлись и по маршруту учеников школы номер 29. Проблемы там несколько иного характера. Вблизи школы заметили открытый люк, открытые контейнеры. Как заметил член регионального штаба ОНФ Павел Белов, главная проблема – это разобраться с тем, кто и за что должен отвечать. Я столкнулся с противоречивой проблемной ситуацией о разноуровневой степени ответственности. Вот нам мешает на самом деле разноуровневая ответственность. Есть ответственность родителей за безопасность своих детей. Есть ответственность образовательной организации за нахождение детей в школе и на территории образовательной организации. Есть ответственность правоохранительных органов, муниципальное образование. И эта грань, она довольно-таки плавающая. Вот, например, если взять школу номер 29. Вот этот люк сфотографирован рядом со школой номер 29. Если остановиться на этом, то школа виновата. Что при рассмотрении детальном получается? Этот люк находится вблизи пожарного въезда на территорию образовательной организации. Этот люк регулярно закрывается вот этими вот плитами. Одна плита сломана, вторая не сломана, но сдвинута. Рядом с этим люком паркуются слушатели Государственного сельскохозяйственного университета, которые приезжают на автомобили. Они заезжают, паркуются. Когда они пробуксовывают, они или раздавливают этот люк, или сбрасывают его. Как они туда попадают? Законным путем. Потому что на въезде с Розой Люксембург не стоит знака. И они, как граждане Российской Федерации, имеют право заехать туда, куда разрешено. Они заезжают, паркуются. В итоге у кого проблемы? У образовательной организации. С другой стороны, то, что они паркуются напротив пожарного въезда, это создает величайшую опасность для образовательной организации. А в данном случае просьба оказать содействие, чтобы на этот въезд поставили или запрещающий знак, или знак движения запрещено. Однозначно. И тогда машины не будут сбрасывать эти люки. Второй момент. По другую сторону 29-й школы находятся контейнеры. Они находятся вблизи школы. Принадлежность этих контейнеров неизвестна. Скорее всего, или гаражному кооперативу, или близлежащим домам. Но они открыты. Естественно, из них выдувается мусор. И этот мусор разлетается на протяжении движений школьников. Там же рядом находятся контейнеры, принадлежащие школе. Они закрыты, они огорожены. Две большие разницы, кто за что отвечает. Школа не может воздействовать на кто-то ответственный. Потому что у них свои права, у них своя ответственность. Третий момент по данной 29-й школе, это то, что вопрос, подобный с РЖД. Рядом со школой находится трамвайная остановка. Великолепно? Великолепно. Но кто отвечает за деревья, которые непосредственно свисают, и уже отжили свой срок жизни, на эту остановку? Они не принадлежат школу. Школа обратилась в администрацию для того, чтобы был произведен спил сухостоя на территории школы. Но дальше то, что не принадлежит школе, она не может ходатайствовать об этом. Это просто может быть рассматриваться как инициатива. Ну посмотрели, ну хорошую инициативу, давайте подождем год-два-три. Здесь очень важна и необходима поддержка со стороны регионального штаба и со стороны муниципалитета. Безопасность детей – вот главная задача, которую должна ставить перед собой власть. Конечно, выявленные участки на пришкольных переходах будут нанесены на дорожную карту. Кроме того, будет рассмотрена возможность повышения безопасности рядом с учебными заведениями согласно проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Профессия программиста в наши дни чуть ли не самая востребованная. С юных лет ребята и девчонки изучают основы программирования, а самые активные студенты вовсю участвуют в крупных международных проектах. Так почему IT-сфера так желанна? Кого привлекают перспективы? А кто грезит об очередной компьютерной революции? Сегодня мы расскажем вам историю того, как начать свой путь в профессии с нуля. Герой нашего сюжета – молодой программист, ведущий разработчик компании «Симтек» Андрей Мехков. Спросим у него, в чем находят азарт айтишники и почему быть программистом увлекательно. В детстве у меня был друг, у которого папа работал программистом. Это были далекие 2000-е годы, когда я еще учился в школе. Я приходил к другу в гости, он мне всегда показывал какие-то программки, игрушки, которые делал его отец. И меня это очень сильно затянуло и влекло. И мы с другом вместе стали учиться программированию. Писали какие-то простейшие опросники на языке «бэйсик». И потихонечку меня программирование затянуло. И к окончанию школы я уже принял решение, что хочу стать программистом и учиться этому в институте. А вот ожидания и впечатления от учебы, они были оправданы? Двоякое ощущение было. Я представлял, что я приду учиться в институт, меня научат хорошо программировать, буду знать много языков программирования. Но на деле институт не дает тебе именно практической базы в самом программировании. Он учит тебя, как правильно сделать так, чтобы ты сам мог найти в каких-то источниках обучиться правильно программированию. То есть подводит тебя к профессиональной работе. Но можно сказать, что это, с одной стороны, не сильно помогло мне в практическом программировании, но помогло в обучении. А вот как ты считаешь, можно ли стать программистом, обучаясь самостоятельно? Что для этого нужно и реально ли? Да, я думаю, что сейчас это вполне реально, и бежать куда-то в институт – это не самые обязательные правила. Очень много сейчас литературы в интернете, каких-то курсов, уроков онлайн, по которым любой школьник может быстро стартануть в программировании. Все описывается довольно просто. Приводятся примеры, где степ-бай-степ, по шагам ты можешь идти и вместе с каким-то курсом или с каким-то учебником написать уже готовую программу и посмотреть, что в итоге у тебя получилось. Это реально в любом возрасте. Ну, когда ты уже понимаешь, что тебе это нравится, я думаю, даже любой школьник может начать программировать. В какой сфере программирования ты работаешь? То есть чем непосредственно ты занимаешься? На данный момент я являюсь техническим лидером, техлидом в группе программистов, и моя задача заключается в том, чтобы я организовывал работу группы команды, помогал с разработкой архитектуры какого-то сложного проекта, сопровождал этот проект. Много ли времени у тебя занял поиск работы? То есть ты получил диплом, у тебя высшее образование. Как быстро ты нашел работу? Получилось немножко не совсем так. Я заканчивал четвертый курс института. Это было начало мая. Я уже понимал, что к окончанию пятого курса, когда я уже напишу диплом и буду защищать его, мне будут необходимы практические навыки, практический опыт в программировании, в работе, чтобы я мог успешно куда-то устроиться. Поэтому в конце четвертого курса я подумал, что нужно найти компанию, которая меня возьмет, совсем юного и неопытного студента, и даст возможность обучиться программированию. Я увидел вакансию, что требуется стажер с возможностью обучения. Я позвонил, меня пригласили на собеседование. Перед этим я примерно месяц, наверное, изучал PHP, потому что это основной язык программирования в данной компании. Пришел на собеседование, успешно его прошел, меня взяли на стажировку. Я первые два месяца приходил после института, отпрашивался с каких-то пар, после обеда прибегал в компанию, и меня учили программировать. Показывали уже какие-то реальные небольшие задачки, которые решают ребята, которые уже работают в компании. И в течение двух месяцев я обучался, выполнял тестовые задания. По истечению стажировки мне уже начали давать реальные боевые задачи, давали возможность переписываться с клиентами, чтобы я мог выяснять какие-то детали по задаче. В середине лета я уже начал работать над боевыми задачами. Что тебе не хватало в начале твоего пути? Наверное, моих каких-то личных качеств. Это не хватало усидчивости, возможно. Я пытался как-то бегло-бегло все на скаку охватить, но опытные ребята в компании, они помогли мне объяснить, показать, какой правильный подход нужно иметь для программиста, чтобы быть успешным в своей работе. Так что я больших каких-то трудностей не испытывал, так как всегда знал, что вокруг меня есть ребята, которые всегда могут мне помочь. А что самое сложное в профессии программиста? Если для каких-то проектов тебе нужно быстро перестроиться на какую-то другую технологию или на другой язык программирования. Например, сейчас ты делаешь проект и реализуешь его на языке программирования PHP. Но тут же приходит какая-то директива или какие-то изменения от клиента, что давайте мы доработаем эту систему, ее нужно реализовать таким-то образом. Мы понимаем, что для реализации этой задачи нам требуется абсолютно другой язык программирования или использование какой-то новой технологии. И вот сложным является то, что нужно быстро переключиться, быстро изучить эту технологию или язык программирования и уже на ходу начинать внедряться. Ну и, конечно, в реалиях современных программистов это изучение иностранных языков. Это, я считаю, одним из наиболее важных и обязательных критериев для программиста. А вот заниматься программированием скучно или, наоборот, азартно? Тут, опять же, все зависит от того, как сам человек воспринимает программирование. Для меня это очень интересно, решать какие-то сложные задачи, когда ты можешь что-то быстро написать и потом вывести это на экран и увидеть результат. Это доставляет для меня лично большое удовольствие. Кто-то, наоборот, скажет, ой, наверное, что-то тут скучно. Ты сидишь, нажимаешь по кнопкам, непонятные какие-то символы у тебя выводятся на экран. Опять же, больше, наверное, зависит от человека. А типичный программист, каков он? Есть ли какой-то такой вот сложившийся стереотип? Тереотипы есть, но в реале, вот как я это вижу, это не работает. Говорят, это какой-то там парень в клетчатой рубашке, в очках, который сидит, сутулившись над экраном монитора, пьет постоянно кофе. Вечно чем-то недоволен. А на самом деле это не так. Все ребята разные. Кто-то спортсмен, кто-то очень хорошо поет. Увлекаются абсолютно разными вещами. И нет такого, что это типичный программист. Возможно, это было раньше, но сейчас такого нет. Программистом быть может кто угодно. Совершенно даже если ты смотришь на человека и думаешь, нет, это, наверное, какой-то спортсмен. Он, наверное, атлет. А на самом деле это серьезный программист, который работает в большой компании. Есть ли у нас в Ульяновске возможности для роста программиста? Да. Я считаю, что есть у нас очень много IT-компаний, которые приглашают к себе на работу с удовольствием. Многие компании имеют какие-то обучающие программы, стажировки, когда ты можешь прийти еще будучи студентом и уже пробовать себя в программировании. Затем эти же компании начинают тебя приглашать на работу. И компании довольно крупные, в которых ты можешь реализовать себя в абсолютно разных областях. Как просто программистом или можешь уйти в тим-лидерство, в менеджмент. Вокруг IT-сферы. На самом деле, да, в Ульяновске много шансов реализовать себя. А сложно ли сейчас программисту найти работу? Существует ли потребность в кадрах? Или же уже этот рынок переполнен специалистами? В кадрах компании нуждаются и сильно. Но сейчас, на данный момент, я думаю, что найти работу сложнее, чем было мне 9 лет назад. Просто все развивается, технологии развиваются. И на текущий момент, чтобы прийти в компанию и уже начать работать, какой-то небольшой уровень знаний все-таки требуется от кандидата. Раньше, я думаю, что это было меньше. И можно было как-то бегло-бегло на ходу приобрести эти знания. Сейчас все-таки стоит перед тем, как ты решишь устраиваться на работу, почитать какую-то литературу. И хотя бы немного себя попробовать в этом. Довольна ли ты выбором своей профессии? И довольна ли твоим выбором родители? Не было ли с их стороны каких-то упреков, замечаний, что, мол, эта профессия несерьезная, лучше стать, например, врачом или строителем? Мне повезло. Родители меня всегда поддерживали. И поддерживали выборы моей профессии. Тем более, они очень рады, что я смог реализоваться именно в Ульяновске, в Ульяновской области. Потому что мои родители родом отсюда. И им очень нравится то, что я не собрал все вещи и быстро не умотал в Москву за какой-то лучшей жизнью, а смог реализоваться довольно-таки неплохо именно у себя на родине. Что касается меня. Да, мне нравится мой выбор. В детстве, конечно, я хотел быть летчиком. Но уже, когда я попробовал себя в программировании, еще в школе, я понял, что это мое, мне это нравится. И до сих пор у меня в глазах горит азарт. И я люблю, что я делаю. Испытываешь ли ты гордость, когда говоришь, что ты программист? Да, конечно. Даже среди моих друзей, моих одноклассников, я начинаю рассказывать, что я программист. Я помогаю людям. То есть у меня есть возможность общаться со всем миром в целом. Вне зависимости, в какой точке я нахожусь я или мой собеседник, мой клиент. Да, это вызывает чувство гордости. Напоминаем, что мы беседовали с молодым программистом, ведущим разработчиком компании «Симтек» Андреем Мехковым. Следующий сюжет нашей программы подготовила моя коллега Надежда Шейко. Недавно она побывала в селе Тетюжское у Леновского района нашей области. Село Тетюжское – одно из старейших сел Ульяновской области. Если перелеснуть страницы истории, оно было основано в 1649 году, на следующий год после основания Симбирска. А в 1875 году по распоряжению Ильи Николаевича Ульянова в Тетюжском открылась школа, в которой учились местные дети и работали прекрасные педагоги. На базе Тетюжской средней общеобразовательной школы с 2007 года действует интересное и полезное объединение под названием «Зеленый дом», в котором занимаются юные любители природы. Сегодня я у них в гостях. Рассказывает педагог дополнительного образования естественно-научного комплекса Дворца творчества детей и молодежи Марина Макарова. Зазвание клуба дети придумали сами. На занятия приходят дети и с начального, и с старшего звена. Дети занимаются по группам. Очень много выпускников нашего кружка поступает в учебное заведение с экологической направленностью. Сейчас у нас есть дети, которые учатся в педоинституте, на естественно-географическом факультете, на химбиофаке. Я надеюсь, что эти дети после окончания учебного заведения придут в нашу школу и будут заниматься проблемами экологии именно нашего села с сельскими детьми. В чем основные навыки, которые вы стараетесь передать детям, которые приходят на занятия? Цель, прежде всего, объединения – это воспитание экологической культуры. То есть, если маленький ребенок, заканчивая начальную школу, будет знать элементарные правила поведения в природе, я считаю, что это уже большой результат не только для меня, но и для самого ребенка. А дети уже постарше, мы уже занимаемся больше исследовательской деятельностью на школьном уровне. Мы во время лета, так как мы живем в сельской местности, проводим различные практикумы. Мы собираем материал, и этот материал обрабатывается, и потом дети участвуют в различных научно-практических конференциях. И самое главное, детям это очень нравится. Они с таким интересом, желанием занимаются, когда ребенок в начальной школе увидит микроскоп и когда начинает рассматривать тот же листочек, ту же капельку воды, у него в глазах столько радости, восторг. Я думаю, что вот ради этого, наверное, и нужно заниматься этим. Что касается работ. Мы собирали материал два года тому назад. Очень интересное место, объект природный – это наш сельский парк. Проводили эколого-флористический мониторинг непосредственно нашего парка. У нас еще в нашем селе два объекта – это две реки Трофимовка и Сельдь. Мы тоже проводили исследовательские работы по этим объектам. Мы брали пробы воды и определяли степень загрязнения водоема. Кроме практических занятий, мы еще занимаемся и практической природоохранной деятельностью. Практическая природоохранная деятельность – это тогда, когда мы участвуем в акции «Сельский парк – чистая страна». То есть в этой акции мы стараемся привлекать не только детей, которые ходят в кружок, но у нас уже традиция – мы привлекаем и родителей, и работников тех организаций, которые находятся на территории нашего поселения. И откликаются люди. У нас уже традиция – весной мы проводим традиционные субботники, где выходит и начальная школа, и средняя, и старшая звено, и родители тоже выходят, и организации, которые находятся на территории нашего поселения. Насколько сегодня важно ребят с самого детства приучать любить природу, интересоваться проблемами природы и экологии? В школе существует такой предмет, как окружающий мир. Я считаю, что этот предмет нужен, но вот этого предмета детям очень мало. И именно нужны такие кружки, когда видят дети, когда взрослые люди непосредственно занимаются практической работой. Не говорят, они делают все это сами. То есть мы показываем свой личный пример, как нужно относиться к природе, тем объектам, которые находятся у нас. Если ребенок видит, что мама тоже так же весной выходит на субботник, естественно, ребенок будет тоже понимать, что это нужно, что это необходимо. Это элементарно нужно делать. То есть не надо его заставлять, он сам сможет это делать. А на каких конференциях, мероприятиях, в конкурсах приходилось уже со своими воспитанниками участвовать? Мы являемся активными участниками. Что касается 2018-2019 года, мы участвовали в конкурсе исследовательских работ подросток, региональный этап всероссийского конкурса, ЭКО-2019, в различных слетах. Мы выезжали еще на конкурс «Кузоватовский район. Найди себя», Барышский район на конкурс областной. И наши детки показывают очень хорошие результаты. Мы в своих номинациях занимали первые места. А вот какой душевный разговор произошел у меня с юной воспитанницей объединения, замечательной девочкой, 15 лет. Меня зовут Цыплова Аня. Меня всегда интересовала природа, окружающий мир, и особенно мое село. Почему такая любовь к селу, к природе, стремление изучать проблемы экологии? Я с детства очень близка к природе. Мои родители внушили любовь к природе. Я часто путешествовала рядом, вокруг изучала свои просторы. И когда в школе к нам подошла Марина Анатольевна и рассказала об этом кружке, я очень захотела туда попасть, захотела узнать что-то более интересное о своем селе, чтобы дальше рассказывать своим детям, внукам, чтобы не только я это знала. Чем занимаетесь на занятиях, что там интересного? Ну, нам рассказывают историю села, именно с точки зрения экологии, что раньше было, какие были здания. Потом нам говорят экологическую оценку окружающей нас, природы. Говорят, какие проблемы возникают в селе и какие в городе. Сравниваем город с селом. Насколько село отстает от города или в каких-то случаях лучше жить в селе, чем в городе. Чем занятия в Зеленом доме помогают просто по жизни? Я жила в селе, мне это помогает в огороде. Я знаю, как лучше пересадить какое-то дерево, как ухаживать за каким-то растением. Это очень помогает, особенно когда ты вырастаешь, у тебя появляется свой дом, а там надо, как девушкам, не надо там все делать красиво, чтобы там все было ухоженно. Это очень помогает. За что самое главное ты любишь свое село? За то, что все просторы, поля, леса, реки являются моими. Я могу просто туда подойти, посидеть, послушать пение птиц, вечерок, который там гуляет. И все это мое, и это все так душевно, так все это очень нравится. Вот на этой доброй ноте и заканчиваю сюжет. Отрадно, что в нашей жизни есть такие увлеченные педагоги и ребята, их воспитанники, которые стараются сделать наш мир лучше, изучают природу, свой родной край и серьезно относятся к любимому делу. А сейчас я передаю слово моему коллеге Александру Филатову. Совсем недавно в Москве, в историческом доме культуры на ВДНХ, где некогда снимали культовую карнавальную ночь, прошел международный конкурс «Красная гвоздика. Юные таланты» имени Иосифа Кобзона, на котором мне довелось быть членом жюри. Именно об этом событии я и хотел бы вам сегодня рассказать. «Красная гвоздика» – один из самых известных эстрадных конкурсов Советского Союза за десятилетия с 1967 года, давшей стране и социалистическому зарубежью ни одну звезду – от бисера Кирова и Марыли Радович до Тамары Гверцители, возрожденной несколько лет назад в современной России благодаря усилиям его президента Иосифа Кобзона. Итак, своим мастерством исполнения гражданской, народной и другой традиционной российской эстрадной песни с нами, членами жюри и зрителями, на конкурсе делились дети, съехавшиеся со всех уголков нашей большой страны. Все едины на земле мы, русской вечной, родина любима нами бесконечно. Голуби мира летают в облаках вышины, мы с тобой поднимаем флаг нашей страны. Победителей в детской красной гвоздики определяли в трех возрастных группах от семи до семнадцати лет включительно – младшие школьники, подростки и старшеклассники. Жюри было суперпрофессиональным. В него вошли поэт, автор всех текстов группы «Любе» Александр Шаганов, народный артист России, композитор, аккомпаниатор Иосифа Кобзона с сорокалетним стажем Алексей Евсюков, председатель Евразийского союза композиторов Андрей Батурин, легендарный певец советской эстрады, народный артист России Имин Бабаев, экс-солист популярных «Вия, Лейся, песня и акварели», заслуженный артист России Владимир Михайлов, известнейший вокальный педагог, старший преподаватель Академии имени Гнесиных Раиса Саэтшах, заслуженный артист России, композитор Олег Каледин и ваш покорный слуга. Среди почетных гостей, открывавших церемонию, оказалась и родная сестра Иосифа Кобзона Гелена Кандель, всю свою жизнь проработавшая преподавателем в музыкальной школе. Милые, добрые, взрослые, отмените войну, А я разноцветными звездами украшу для вас весну, И нарисую вам солнышко, которое будет смеяться, И больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Сегодня много говорят и спорят о том, каким должно быть детское творчество, и в частности современная детская песня. Как сохранить в юных артистах искренность и детскость в противовес сегодняшней коммерциализации музыки. Как воспитать в подрастающем поколении патриотизм, и какое место во всем этом занимает наш конкурс, об этом и еще о многом другом, говорим с экспертами фестиваля. Говорит председатель жюри, председатель Евразийского союза композиторов Андрей Батурин. На этом конкурсе, на российском, который прошел у Бенова-Двинца, было очень много талантливых людей, не было таких проходных, были хорошие дети, во-вторых, они пели хорошие песни. Потом, наверняка, наша победа, что было очень много песен на русском языке. Это важно. Раз. Много было песен конкретно от лица ребенка, соответствующего его возраста. Это два. И самое главное, что были замечательные ансамбли, которые именно в жанре патриотической песни, потому что многие говорят, что вот, патриотическая песня, почему дети. Они, значит, плачут. Были замечательные чудные детские коллективы. Видно было их отношение к песням, которые они исполняли. Они исполняли новые песни и известные, но они их так трактовали, что вот они показали, что старые песни можно интерпретировать настолько современно и настолько, вот не побоюсь этого слова, патриотично, что они вот по-новому как-то вот тебе что-то разъясняют. Поэтому я надеюсь, что мы, в отличие от всех конкурсов, которые выдают детям и родителям пустые бумажки, все-таки выдав им дипломы, выявив среди них лучших, будем их вести дальше, потому что вот сейчас они уже примут участие в заседании их песенной комиссии союза композиторов. Уже сейчас детская комиссия предложит каждому из них новые песни, они выберут. Мы будем их записывать, будем их раскручивать по детскому радио, будем стараться дать миру новых и веселых исполнителей детей, в том числе, но и патриотичных, новых хороших детских песен. Ну и надеюсь, что вот эта вот аура советской детской песни, которая существовала в советской теме, будет продолжена. И я благодарю за участие Александра Филатова из Ульяновска и многих тех, кто из разных городов приехал. Очень большая география была, кто курирует детскую песню, вся кто работает с молодежью и не забывает вот это важное продолжение наших традиций, особенно вот в год 75-летия Великой Победы. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Говорит член жюри, фестивале конкурса «Красная гвоздика. Юные таланты», член Союза композиторов России, доцент МОСГУ Елена Морозова. Наш ответ детскому Евровидению, потому что, на мой взгляд, детское Евровидение, вот как композитору, певице и руководителю детского коллектива, все больше и больше разочаровываюсь, потому что, в общем-то, вот тот материал, который предлагается детям петь, очень сложно оттуда выбрать какую-то песню, которая бы очень вспоминалась, которая была бы яркой, талантливой мелодией. И очень часто на детском Евровидении появляются такие вот маленькие женщины и маленькие мужчины. Детского остается все меньше и меньше, и юношеского остается все меньше и меньше, и тексты песен. То, что касается исполнения, конечно, очень жалко вот эта вот детская непосредственность, выражение своих каких-то эмоций. Она нивелируется. А то, что прозвучало, я второй год присутствую на конкурсе «Красная гвоздика» «Юные таланты», и я вижу зерно этого конкурса, предпочтительно для жюри, как я это почувствовала, именно исполнение самого ребенка, чтобы за этим маленьким человеком не был виден взрослый. Было свое отношение, и, кстати говоря, именно преподавателей была вина работа в этом направлении, и видно было, что они, работая с ребенком, не указывают ему, как нужно спеть, они в нем пробуждают именно исполнителя. Перспектива в тех детях, которые я слышала на этом конкурсе, она видна. Во-первых, в песне должны быть затронуты интересы детей, интересы, содержание, то есть дети должны петь о том, чем они живут. К сожалению, опять же, сейчас мир информатики, интернета, детей подталкивается больше и раньше к взрослой жизни. Но наша задача – детей вернуть в детство, я бы сказала так. Будет все хорошо, солнце будет сходить, Будет все хорошо, если будут люди дружить, Будет все хорошо, утром птицы поют, Будет все хорошо, ведь люди верят и ждут, чтобы... С вами был ваш музыкальный радиогид Александр Филатов. Сегодня вечером моя программа, посвященная международному фестивалю конкурсу «Красная гвоздика. Юные таланты», на котором патриотическую, советскую, традиционную, эстрадную песню исполняли дети со всех концов нашей страны, и где мне самому довелось быть членом жюри, прозвучит полностью. Вот и все на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Будет все хорошо, их торят облака, что будет мир на всей земле, и будет радость на судьбе. Все мы на той земле живем, земля наш дом, земля наш дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова